всем привет дорогие друзья вы на канале кикмит меня зовут артём щербаков и тонзы и короче время знаете сколько сегодня 4 часа утра и 11 минут очень круто мы сидим в cdmi я с рулеткой пройдем своим корешем я с рулеткой я с рулетом на балконе и короче вы в комментариях просили записать что-то типа подкаста каких-то видео с разговорами именно с пустыми что угодно можно болтать вам ладно мы не будем врать хотели вот интервью самого лучшего и самого доброго человека в мире взять но к сожалению я не подготовился это не будет интервью это будет просто неважно просто говорим о всяком короче включайте это видео на фон просто кайфуйте да вот скорее всего там я четко будет я просто я нигде плохо знаю антона антон очень плохо меня знает очень плохо в каком-то настроении вообще очень плохом ты под уставший я вчера был зале и сегодня весь день спал а сегодня всю ночь еще убить вот это вот с ним это пытка кто кто в зале уходит у всех одни неприятности ко мне все время все играет были в зале был я вообще не могу кататься я ничего не чувствую я поэтому сегодня кататься ну я о том мне кажется какая-то плохая тенденция у меня нормально я подустал я типа я не спал ночью почти потом днем были дела по работе потом я покатался в коей веке раз нормально съездил в новую плазу в тропарева ты там не было с нами и типа с максимом с серёжей с или покатались там прям круто нужно съездить тоже вот 4 утра снимаем что мы снимали для этого другое видео короче у нас закрылся но не закрылся ушел магаз с красносельской где можно было снимать чё хотим в какое угодно время сколько хочешь потому что это не торговый центр и все такое там только жильцы сверху если могли мы могли им мешать они могли на но там такого не было вот на хорошовской не варик снимает там типа макси неудобно это делать и поэтому остается вариант снимать только в cdm а в cdm типа днем это проходняк здесь толпы народа свет ненужные вся не видеть это всю красоту это все можно выставить только только ночью когда нету лишнее освещение все фигни поэтому мы снимаем в cdm вот все последние видео которые увидели там обзоры интервью вся фигня это cdm ночь не выспавшиеся люди все очень весело вот еще вот смотрите мне точнее ладно мне не дал серёжа я просто взял у него и не попросил вот оцените и артём тени в кепке и в рваных поларах во влогах антон делает акцент на том что у меня одежда паршиво выглядит столько сайте комментариев вообще а там пишут про то что данки рваны да какой ужас так смысле типа прикол же надо же за нашего если катаешься будут дыры будет хреново ну вот эта дыра я не знаю там видно то есть ты считаешь ваще но нормальным типа что просто тянут много не тянет армуре на вылет просто ну блин это не пулит как яблоко прилетел какой а язык лучше она в один момент короче рвется я понял что ой извини это слова короче как с пол армия обращаться в общем-то полары как будто слишком длинный ну типа мне эмки немножко длинноватый как будто на еще хочу эльки взять у саши на герда коричневый хочу взять как вам помогите выбрать цвет поларов моих следующих короче у меня вот были полары я купил у некита они были маленькие как будто и они были слишком длинные я их подвернул один раз типа него так один раз вот чтобы вот так симпатно было вот это была фатальная ошибка потому что они сюда завернулись и начали рваться здесь появилась дырей сразу же вот а если бы они просто волоклись типа вот так вот это все нормально развернут был бы все окей и это я так сделал с три парами и три пары просто порвал там и потом подшивал один сам смысл просто иголкой с нинткой вручную просто что-то заклеп у меня у меня было время когда я так чинил штаны я просто ну я степлером это делал короче вот чтобы я было ровно подвернуть я просто степлером заделывал а насчет этой дыры я не знаю как произошло типа вот тут можно увидеть рекламу но у меня короче при за призовые носки горилла это забыстрик да и забыстрик с барспином не было там больше да нет это нечестная победа это не победа мы выступаем я типа опять не спал еду в какой-то одежде тоже 5 не то и вообще не в тех кедах но это из интересного это уже вот у сам приехал там лёня приехали все там со всех городов всем всем весело там еще чуваки типа наши из питера из них кто-то прижал прижал приезжал лёня приезжал малой гена не помню гена как будто не с вами был или с вами короче не суть они все поселились около около парка но кларом строить около горилла получается вот всем было круто вот а я из какой-то там его я просто ничего не делать никто ничего не делает только некит это и вот человеке которые приехали отрабатывать попытки бесятся о чем я все откатывают попытки все-таки блин я собой недоволен а интервью ко мне подходит там степченков берет у меня почему-то интервью как те мероприя крутое мероприятие душа все знают что ты открытые типа добрый тело который не будет вот он ледом уход миша рафиев или у кого-нибудь там еще кто-то там у егорочи спрашивает блин мне моя попытка очень не понравилось просто эти знают могло быть лучше короче все были на таком типа на строении и все очень жестко пытались конкурировать ну короче чемпионат россии типа все конкурировали жестко друг с другом потом лёня делал 50 флип все орали было весело там поддерживали влада шишу какие-то еще чуваки что влада загнобили вот и потом самое интересное как у меня был быстрик и типа чуваки все делали большие трюки то есть там миша рафиев там наш райдер делал он делал вип на хилл на фромборд но это не считается стрит-трюк нужно встретить у нее таких подкатов короче чуваки делали большие трюки тип там вибар вал райд чуваки делали я не говорю что это не стрит-трюки короче видимо это судейство так решил вот так нет стопа гришни делал виб вибар да я не могу он не успел по времени просто они суть он там где по типу же круто он делал это выше там выше головы очень высокок но все же быстрик ты кому достался быстрик достался мне я делал трюк на маленькой флотовые граните просто подкатить ну мы мы с максимом короче катались мы встали вот так вот максим сделать это же круто максим сделал сделал крюки на финге живут не он сделал но сбор на финге он сделал лишь трюк мечты до этого он сделал его он до этого сделал он вольфреда типа на улице на пушкинской спорт сделал блант на финге он мечтал трюк сделать вот и мы с ним вместе были в паре и типа нам никто не мешал потому что там были типа двойки которые просто пересекались другу мешали я не знаю там есть такие ребята как с которыми реально сложно кататься там был чел который просто прыгал на смит все время крутил какую-то херню всем мешал я не знаю он для себя он победил все и мы катались типа в паре нам было мега удобно мы буквально попыток по 10 на сделали может меньше вот максим и почему back to back сделал максим сделал да да ладно фингер я ему 5 дал сразу поехал тоже сделал 270 блант на вип вот все все но никто не никто не думает там про победу но самый-то главный прикол в чем длину маты тимур матов стоял там рядом не знаю да и что он подумал и походу он подумал что я сделал круче вроде я не знаю да да тянут оценил кости козлов кости козлов короче потом камер пилогрил блин я там судьи я сказал вот ребят это вот этот стрит вот это все такое он ко мне раза три потом прошел скал вот чем я там за вас максимум топил вот и потом вроде все круто откатались типа наши у некита была у некоторых сакова была сумасшедшая попытка он увозил все трюки он на там первый пытки был трак бы клип наверх трак на бар все трюки короче он сделал все сделал там были ребята типа наши которые тоже 3 делах потом была ретель лотерея какая-то сумасшедшая на стоп если кто помнит вот мне кажется даня и антон мне кажется выполнен там была лотерея на 100 призов и там призы не в обиду типа магазину и красный по кто поддерживал теперь все просто забавно типа крутой но забавный вот было 100 призов 100 билетиков раздали не не станет стопы раздали но в реально очень много взял много призов на самый главный тип и там какой-то комплита стойку стоит человек нет там было 100 призов ну так там были наклейки тип там были стикер паки разные да потом гриппс и жиломер 500 всего только не 100 было 500 мест 500 билетиков был 500 билетиков и 100 мест да да то есть 100 человек типа вытянули победные но они сделали типа так что якобы аля дело в том что это тянулось два часа то это тянулось почти два часа раздавали а звук прикинь да всякую фигню там все наши я не помню то мне кажется только у меня не было победного билетика типа у меня все выиграли учебе не может и не брал я я просто я не брал я тоже наверно в этом делах короче раздали призы там ленчик браслет выиграл ленчик браслет выиграл чё раздали призы там какой-то чел который говорит типа бля я очень типа у горы пришел даже не катался на самокат выиграл реально подожди короче там приз выиграл тренер я вспомнил была такая фигня там приз выгода тренер и локарите вот это было забавно просто тактина да короче о чем я эта фигня тянулась тянулась вот все таки блин результаты скорее бы результаты данки янг 1 все шиша у начинает объявлять результаты третье место вспомни кто гена гена 3 гена круто откатался но он как будто бы откатался на 2 есть честно шуркин вторую я я не знаю как их типа справить это разное катание типа не оба круто открыть просто я типа тему раньше вообще не знал я думал этот чел я раньше думал у неё instagram чурка это чудо как не только ты так думал просто он у меня ассоциируется типа ничего не буду про шкуру прод говорить на и мне мне эти права я алену давно знаю но он у меня ассоциировался никогда тип низких митом не там он там как будто за этих там катается не катается я не знаю но он круто реально катается он именно он я знаю что он спортсмен тип он там вроде не пьет не курит один катается в 7 утра в парке где работает я явил просто не историю андель там в пять утра он гоняет у себя в парке просто трюки делал сам себя на телефон снимает я не знаю с кем он катается он приезжает типа в москву вроде как только на соревнования ну короче как киан вырлан когда закрепился вот он именно как будто спортик круче мало кто катается вот на этих деталях так как он он типа не на пэках катается на 4 какой-то другой стиль у него жесткий у нее еще оверсайз одежда типа не просто оверсайз типа мы сейчас мы сейчас одеваемся в оверсайз нам одеваемся вширь типа знаешь как бывают свитшоты прямые а бывают такие надутые здесь резинки а у него просто длинные футболки тип как раньше все носили чувак ты еще не помнишь короче был стрит джем в питере года три назад наверно и у него была футболка дистриф который он катался четыре года на каждом стрит джеме она была вот такая типа ну почти по колено типа она была черная она была настолько выцветшая что она была типа бежевая и вот эта футболка дистрифт которым на каждом соревновании был кручен очень крутка дается он там делал я помню он делал на быстрике или даже в попытке он делал треху на борт не это он умеет да он я не был на последнем как как называлось мероприятие на который я как обычно не попал в рамстрое типа ворубок москву вот на кубке москвы я тоже не был но пом тоже там культ лютую херню делать но ему тоже ничего не дали бабки раздавали не знаю ну и первое место всем известный да не они типа это наш райдер так чок все все места кикмит занялись а все места занял кикмит да не знаю с чем это связано я не знаю возможно организаторы крутые организаторы не кикмит организатор не но это это круто типа это очень круто есть есть это именно смешно даже на удивление тенденция думать что подслуживают ну там не не конкретно ребята которые устраивают там чемпионат россии а конкретно там кто устраивает стрижем этом магазин там подслуживаю своим ребятам типа а там у них на деле типа такого нет ну не стрижем в парке думаешь не подслужен и нам сложно рассуждать потому что мы не в парке ну не знаю со есть ты знаешь это про парк катания я нет ну там типа большинство просто люди вы с лёней переобщался в свое время ты что-то понимаешь ну возможно ну типа там помнишь прикол что типа дима фазов взял первое место только ради того чтобы поехать типа ему дали типа билет чтобы поехать в испании типа на чемпионат мира они илью кузьмину хотя я я про это не знаю типа но если есть такая есть то наверное чем-то обусловлено есть возможность именно его типа на него надежда именно может он совершеннолетний типа может быть если я не не в курсе есть какие-то такие подробности наверняка ну короче все таки я считаю что в парке надо давать дорогу тем кто типа реально про кто вот потому что это сильно диз диз мотивирует ребят которые вот начали эти прости я как будто вообще не согласен ни с одним местом начали расти выстрелили побеждаете дайте людям типам убеждать все окей я не говорю что нужно пропускать мимо ушей и Epha чинов которые вот сейчас типы тащат сейчас крут катаются нет такое нет не раньше все грамотно плюс минус проедет для этого и есть разного рода соревнования то есть соревнования которые проводят эти есть сфаливания 카торという проводите есть соревнование который позиционируется как соревнования есть три джем и которые типа проведем время вместе еще и давайте разобьем бошки здесь как Вот сейчас, типа, при поддержке Moscow Cool Boys, при поддержке там Красавы, всех-всех-всех, при поддержке всего скейтбординга, отдельная тема, типа, гранд-скейт-тур уже, вот два года мы участвуем, это тоже отдельная тема, там, и, короче, все вообще вместе, плюс, вот, я ездил в Нижний Новгород, ты тоже там был, Даня, я не помню, твои кореша какие-то ездили. Бачок. Бачок ездил. Опять, а все равно все к Бачку возвращается. Так я говорю, чувак, Бачок, ну... Как каждый разговор приходит, типа, к Ярику. Да, только, ну, Бачок, типа, всем правит. Ну, типа, без него никуда вообще, чувак. Короче, было мероприятие, оно было для меня, типа, первое в таком роде, то есть, мероприятие проходит на протяжении трех дней, ладно, типа. Четырех даже. Ну, там, как так было? Ну, нет, ну, три дня было, типа. Что мы просто приехали первый день, потом раскатка, потом еще еще. Ну, приехали, была раскатка, ну, приехали первый день, это просто покататься. То есть, приехали парк, типа, смотрите парк. Были организаторы, типа, там, ну, а-ля. Паша, который вел в основном, Паша говорил. Ну, Паша в последнее время преисполнился в этом. Пашок, короче, не проводил особое мероприятие, в плане, я не знал, что у него есть навык говорения. У него талант, чувак. А у него, оказывается, талант говорения и вот это все озвучивание. Типа, ну, он аниматор, наверное, он, типа, а-ля с безумными животными и детьми, он, наверное, привыкший. Короче, вот, у Паши открылся талант, но он еще на Гран... До этого, короче, был же Пултинджем. Это было до Грандской Турции? Нет, до Грандской Турции. До Грандской Турции был. А не, стоп Пултинджем, который вот, где мы телек разъембывали? Не-не-не, старый Пултинджем, который не факт Пултинджем. Это было до, типа, Нижнего Новгорода. Пашок тогда еще провел и, короче, все круто было. Я, по-моему, он тогда еще был в парике. Не, не тогда не было. Не помню. Короче, Пашок напиливает парик Баскова и становится просто сумасбродом, чокнутым и очень круто комментирует. Вот, респект. Чего, Ноградский Тур остановились? Ноградский Тур, типа, приехали сначала Максим, там, Паша, Тимур, понятное дело, куда без него. Ну и там еще какие-то ребята. Арсений Зирюкин должен был поехать. К сожалению, он не смог поехать. Ильяс, не знаю, Илья Филиков тоже небезызвестный, мне кажется, персонаж. Вот для Паркеров точно небезызвестный. Он вроде там, он же взрастил. Он же Леню а-ля. Ну, он же, они же с Леней, типа, тесно а-ля общались. Короче, Илья Филиков судил, по-моему. Ну, потом еще не судил, потом еще кайфовал плотно. Короче, приехали судьи и на следующий день просто как-нибудь поехали все остальные. То есть, ну, это мероприятие не предусматривало, что нам оплачивают поездку. Типа, вот у нас там мероприятие. Ну, кому как. Хотите приезжать? Кому как, типа. Человек был на спонсорстве довольно серьезном. И ему заплатили. Ну, а с Ленечком что-то 25 тысяч рублей, типа. С Ленечком вам запашляли бабок, вы не постеснялись. Короче, просто надо было поехать в город, и, типа, не все готовы, и не все привыкли к такому формату мероприятий, где ты должен поехать в другой город, просто чтобы попытать удачу. Вот. И, типа, там. Некий Трусаков, аля, там, что-то не мог поехать, но очень хотел, и в итоге приехал, там. Ну, помнишь, он не приехал на первый день? Он приехал под конец. То есть, он приехал прям под раскатку. Один приехал, вот. И чисто, чтобы, типа, с Ленечком побороться. Ну, без негативных. У них была там. Это благородная борьба. Я поехал с Лешей Супониной, мы просто вдвоем, у меня там вокзал, типа, недалеко от дома, вот, который восточный. Вот, мы поехали, я не помню, сколько ехать, кстати. Туда я ехал нормально, типа, я купил очень дешевый билет, я любитель сэкономить на своем. На всем. На всем. На своем времени, по крайней мере, типа, мне очень сложно на себя потратить бабки, а на свой комфорт тем более, и поэтому я еду как сумасшедший. То есть, ну, благо, со мной был Леха. Обратно я ехал с Бачком, там уж совсем. Типа, Бачкой я купил билет за 690 рублей. Типа, даже я ехал дороже. Бачок не в состоянии сам себе купить билет, я купил ему там за 690 рублей, от Нижнего Новгорода до Москвы. И это был билет, ну, вообще, где можно проехать 10 часов, где можно провести 10 часов за 700 рублей, получается. Мало таких мест. Бачок просто ввелся как ебнутый все вот эти, типа, дни, как только мы с ним остались вдвоем. Это, нахуй, самый спокойный человек на свете. Да. Типа, блядь, нет публики, нет ничего, никаких хлебозрельцев, ничего. Он просто лег, я ему говорю, все, ложись, типа, наверх, я снизу подлежу. Вот. Он лежит спокойно, все. После того, как его чуть в поезд не пустили, потому что у него нету свидетельства, что он учится, что он существует. У него нету свидетельств. То есть, короче, я ему купил билет а-ля по социальной карте. Да, я купил. Вот. А у него нихуя с собой нету. Вот. У него нет никаких документов. Поэтому я захожу в поезд, а ему говорят, а вам, молодой человек, в пятый вагон, там надо выяснить. И я захожу в поезд, бегу, а я, типа, там, в вагоне в пятнадцатом. Я бегу по вагонам, поезд отправляется через две минуты. Типа, вот пока я бегу, из пятнадцатого в пятый, поезд отправляется. Я понимаю, что бачок либо в пятом вагоне борется за свое существование, либо, типа, поезд уехал без него вместе со мной из нижнего. Охренеть. Это к тому. Поезд шел десять часов, ну, девять, девять часов. И как это было? То есть, вы все поехали нормально. Вы все поехали охуенно. Помимо условий, вы поехали там, не знаю. Вы выехали утром, приехали днем. Выехали вечером, приехали с утра. Мы поехали. Мы сели в поезд в два часа дня и приехали в десять. Мы ехали весь день. Я не знаю, кто так будет вообще делать. А как вы из Новгорода день ехали? Ну, десять часов. Не день, ну, десять часов. А, ну, нет, конечно, о жилье я не задумался. Типа, я написал одному челу из нижнего, он сказал, да, а, нет, нет. Я выложил историю, типа, блин, а кто может, типа, вписать? У меня ответил один чел, я ему даже не успел ответить, я купил билеты. Типа, я не успел с ним списаться. Самое крутое, что, блядь, что это? Я в итоге ни у кого не остался. То есть, я не остался у чуваков, которые меня хотели вписать. Ты как и бачок, чувак. Бачок, если что, тоже у типа, вот у Марковера, типа, у всех ребят на подоконнике просто спал. На клубке. Типа, это лайфстайл, типа, уже твой. Типа, даже когда, я не знаю, типа, просто... Короче, да, у меня были, типа, деньги. Когда, короче, негде жить, у меня ассоциируешься ты, как будто бы, типа, вот без угара. Это, типа, твой лайфстайл, типа, что тебе настолько просто, типа, ну, поспать, не знаю, на улице или еще где-то, что, типа, ну, я не знаю, как это работает. Ну, конечно, мне очень сложно потратить деньги, типа, на свой комфорт. О чем я говорю? Мы поехали, мы ехали с вечера на утро, приезжаем в 6 утра, там жутко холодно, я не помню, сколько градусов, типа, не экстремальный холод, но, типа, это Нижний Новгород, это, по-моему, январь или декабрь. Это прям зима-зима, типа. Ну, это, короче, типа, центр, центр зимы, вот. В центр зимы, кстати, недавно тоже ездил, но об этом, наверное, позже. Я ездил прям в зимний биом посреди весны, но я об этом позже расскажу, я думаю, он тоже есть вопрос. Вот, короче, мы приехали, я и Леха, и сели в Маке, ближайшем к вокзалу, и начинают подтягиваться туда все, то есть, все приезжают на этот вокзал, потому что надо было, вот, это был крайний день, когда можно было приехать, вот. У всех там, там, скидки на отель рядом с площадкой. У меня нету ни номера, ни желания тратить на это деньги, ничего. Улихи там тоже номер уже, не суть. Но Леха сказал, не, я тебя не пущу к себе. И Никит меня к себе не пустил, сказал, не. Никит вообще один в номере. А Никит был один в номере, он такой, блин, ну я хочу нормально, типа, выспаться, у меня завтра соревнования. Или Леня, мне так сказал, не суть. Нет, я с Леня в номере был, у нас с Женей ночью. Ну, у вас там своя жетуха. И еще кто-то. А, приехали чуваки из Краснодара. Краснодара, да, на Блаблакаре чувак. На Блаблакаре. Они там что-то два дня, типа, ехали. Это вообще жесть. Как вообще крутое мероприятие, прикиньте, они еще ничего не выиграли. И еще Андрюха уехал, типа, с травмой, пипец. Я помню, я запомнил, как Андрей приезжал на чемпионат России Андрея, не помню, возможно. 21 год. Короче, был чемпионат России по стриту в парке на Домодедовской. Это такой большой парк. Ну, не большой парк, а парк с большими фигурами. С оранжевыми кантами, типа. Ну, оранжевый парк, вот. Большой парк, и приезжал Андрей Ненко. Они тоже ехали очень много на машине. И я очень просто запомнил, типа, как он занял второе место. И такой, да, мы едем домой, ну, летим домой на самолете. Вот, я это помню. Ну, они, конечно, все деньги встарали, типа, на самолет, но, тем не менее. Короче, приехали чуваки из Кашнодара очень долго ехали, ничего не заняли. Но это, ну, вообще, Дженни круто катался, мне кажется, он пару тысяч увез оттуда. Чувак, даже я 2000 заработал, вроде бы, или косарь. Ну, косарь точно. Мне за танец с бочком ничего не дали. Отстой. Ну, бочок, чувак, я уже бэкфлип туда делал. Типа, перед судьями. Я помню, что вот Максим сидел прямо вот так вот, типа, и перед ним бочок. То есть, как вот сейчас передо мной, он снимает, бочок перед ним вылетает из квотера и просто пропадает. Это очень смешное видео. Мы приехали, все начали собираться в Макдоналдс. Я смотрю, вроде Рома Корякин, не Рома Корякин. Он начинает, как бы, билиберду нести в стиле Ромочка. Вот, все. Начинают люди подтягиваться, что-то, и мы постепенно уже, там, в 10 человек идем в сторону отеля. Это недалеко от вокзала, в большом счет. Там еще такси стоят в фигню. Вот, куда я не ездил, на самом деле, а я много, типа, поездил по России, так получилось. Вот у меня никогда не было такого, чтобы я такой, блин, хочу туда, хочу посетить вот этот город поеду. У меня всегда получалось так, что у меня говорят, ты едешь туда, ты туда едешь. Не так, как, типа, три под Кикмита, типа, блин, едем с чуваками, блин, круто, снимаем видос, вот оператор, вот вся фигня. Нет, такого вообще никогда почти не было. Ну, не в обиду, там, моим прошлым спонсорам или нынешним спонсорам. Это не к этому сейчас такая ситуация вообще в стране, что куда-то ездить, на что-то тратить бабки, сомнительные такие перспективы вложения. Короче, меня просто все время, мы шурупом ездили, ну, я рассказывал в прошлых видосах, типа, там, в Мурманск мы ездили, в Новороссийск мы ездили, причем в Новороссийск меня предупредили, там, за пару часов буквально. Ну, или, там, еще, когда я катался, там, за Дик, я ездил в Обнинск, в Тулу, в Новомосковск, знаешь, такой город вообще. Куда-то еще какие-то дурацкие, ну, не дурацкие города, а города такие, как будто бы непримечательные, вот, ничем. Там везде такси дешевое, я, я об этом, такси везде очень дешевое. Чувак, мы ездили, короче, я ни разу не заплатил за такси на Псков, Псков, типа, ну, очень маленький город, вот, Никита Борода уже. А вы к нему ездили тогда или он еще один? Да, да, ну, просто так, типа, приехали вообще, вот, и, короче, ну, короче, просто от Питера до Пскова, типа, два часа или три часа, типа, на Ласточке, типа, ехать. И, короче, вот, мы приехали, и у нас от вокзала, типа, до нашей гостиницы, типа, ну, где-то километра четыре, наверное, это тоже зима была. Чувак, у нас такси 90 рублей вышло. А везде, типа, есть разный минимум, и вот в нижнем, я помню, можно было за 70 рублей. Я никогда не видел двухзначное, типа, число в такси, типа. Это очень странно, я не помню, где такое было. Вот я ездил, ну, я расскажу вам, я вот ездил в Новый Уренгой, там тоже очень дешево. Ну, там, потому что там люди не передвигаются пешком, там нельзя ходить пешком. Вот там, смотрел Сталкер Тарковского? Помнишь, там комната вот эта, которая, типа, буграми такими, снежными, как будто? Ну, да, вот эта комната, вот там покрытие, покрытие. Такое? Там вот так, типа, выглядит мир. Я знаю, что, кстати, в Новый Уренгой, типа, очень богатый город, и там, типа, очень много людей, типа, богатых. Потому что там везде реклама, типа, вахтового метода, там люди работают 60-30. Типа 60 дней, два месяца люди работают, и потом один месяц отдыхают. Ну, там же, типа, нефть, газ, я не знаю точно, что там, но там точно всякие ресурсы, всякие вот эти штуки, предприятия. И поэтому там, не знаю, я с кем не общался, у каждого, типа, родители, каждый второй, там, с мэром работают. Да, и я, если я, там, с мэром общался. Приехали какие-то, типа, придурки, типа, их ведут с управленцами, типа, области, города общаться. Короче, я никуда не заселился, я тусовался просто с ребятами, мероприятие было в три дня. Первый раз мы, первый день мы просто приехали покататься, посмотреть парк, нам всем раздали энергетики. Хочешь весело. Чувак, я в портфеле не знаю, что, пять запихал. Вы потом с Ленчиком их пили. Я потом про Екатеринбург расскажу, там был очень крутой фуршет. Ты не был в Екатеринбурге. Вот, мы покатались, потом пошли куда-то гулять. Гулять особо было некуда, все были с поездов, и все пошли к себе по номерам спать. Я пошел кочевать просто. А где ты, подожди, где ты так и спал? Ты же все время в разном месте, как будто бы спал ко мне. Нет, я в итоге все время спал в одном месте. А где ты у кого спал? У Максима и Паши, типа, на полу. Короче, мы доехали. Доехали просто до отеля, пошли в МАК. Ну, это когда все приезжают с разных городов, все друг друга, типа, знают так, ну, вот, всем вместе встретиться, это обязательно все-все вместе тусует. Типа, тогда уже никто не разделяет. Нет, просто если мы все вместе встретились, у нас бы толпа огромная просто была. Мы пошли в МАК огромной толпой, мы весь Макдоналдс там заняли. Ну, кстати, да. Там все было рядом, там была крутая вот эта наша арена, парк, который построили специально для грандскит-туры. Я к чему-то все говорю, типа, формат мероприятий, это вообще мега круто. Если вы не смотрели фотоотчеты, всякие видеоотчеты, помимо того, что было показано, ну, вот, по самокатерской сцене, там был еще очень жесткий скейтборд. Чувак, там ролики были вообще жесткие. Я ролики не смотрел, ну, и я мало знаю. Я смотрел, типа, в Инстаграме просто, типа, у ребят, чувак, там такое делали вообще. Ну, это именно... Меня просто очень зацепило, что по скейтбордингу там, ну, во-первых, там был сумасшедший какой-то призовой фонд, типа, ну, там цифры вас, наверное, мало волнуют или много, и я не буду подпитывать ваши... Тыс четыреста, если не ошибаюсь, что-то такое. Больше? В два раза. Я не знаю, надо правильно говорить. Короче, был большой призовой фонд, типа, что на самокат, что на скейт, что на ролики, типа. И прикол в том, что мероприятие выглядело именно на те деньги, на которые вот оно, как бы... То есть мероприятие стоило столько-то, например, мероприятие раздаются, типа, деньги, вот, в таком-то объеме, и мероприятие реально вот так выглядит. Потому что, если помнишь, это выглядело, как, не знаю, как дворец, типа, стеклянный. Это же здание... С охранниками, типа, совсем вообще. С этой всей фигней, да, вот эта вся наша графика. И я про что говорю? Скейтбордистам построили, типа, грань изо льда на входе от Рэдбула. Типа, Рэдбул построил там Рэдбул вроде. Вот, построили грань изо льда, они там гасились, там были крутые фотографии. Не знаю, там не хватало, не знаю, факелов и индейцев. Там очень круто все выглядело. Вот. Я просто видел фотоотчет, не помню, кто фоткал. Короче, там очень круто это все. Потом второй день, это была, типа, квалификация, то есть уже все вроде как доехали, кто хотел выступить, даже некий приехал. Все катаются просто, типа, разминка, и потом люди показывают себя. Ну, типа, в полуфинал, а-ля, пройти. Вот. В полуфинал прошли почти все, только где там... Слушай, туда не так много народу по самокатинам приехало, то есть мероприятие пользовалось популярностью. Не, как будто бы, типа, все... Приехали все, кто нужно, типа, приехали, как будто. То есть были пара ребят, типа, наших или, типа, из других городов, которых, может быть, которые не смогли. Ну, типа, все, кто надо, там были, типа. Местных там толком не было. Ну, пара ребят. Местные были, но они не прошли, к сожалению. Ну, местные, да, там не прошли. Там не то, чтобы там сцены не развиты, а просто были задавлены серьезными иногородними конкурентами. Потому что, ну, было ограниченное количество, типа, мест в полуфинал. Но вроде никто не остался, типа, в обиде. Все, кто надо, в целом прошли. Короче, полуфинал. После полуфинала все идут в бар, все, типа, развлекаются как могут, утром никакие. Я сплю, типа, с организаторами. То есть, организаторам утром проводить всю эту фигню. Пашок охрип очень сурово. Типа, он именно не мог говорить. Под вечер до основного, как бы, финала, до мероприятия, он уже не мог просто говорить. Что-то Пашку набили татуировку. Сереже набили татуировку. Сереже набили татуировку. Пашку набили татуировку вот в этот вечер после полуфинала. Вот здесь камеру, по-моему, типа, VX тысячную. Я не помню. Женя Лучин. А Сереже огромную такую штуку просто. Да. А Сереге набили тут его вот этот. Квадрат, палочку и круг. И что-то такое, да. Квадрат, палочка и круг. Это много о нем говорит. Короче, мы нифига не спали. И мне было норм. Типа, мне завтра просто выступать. Я прошел в полуфинал, мне пофиг. Я не помню, как там проходил. Там было по парам. Был сольный заезд. По-моему, по парам. По парам, да. По парам было достаточно времени. Короче, откатался. Нормально откатался. Ничего такого серьезного. Парк прикольный. У меня намного больше... А, нет, чувак, по 4 человека вроде. По 4 человека. Ну, короче, я просто помню, что кататься было комфортно. И типа, никто никому не мешал. По крайней мере, мне чел не мешал. Я катался каким-то паркером, который не прошел. Мне было окей. Вот. А быстренько я катался с этим. Чуваком с ЦСКА, который бэкфлип сделал. Ну, я не знаю, я не ожидал, что такие типы поедут. Не смысл, он там какой-то странный, а в плору просто типа... А ты помнишь, сколько там ты чтимовцев было? Они все в этих футболках, все одинаковые самокаты, чувак. Вообще жестко. Че, как-то я прыгаю, типа, с тем... Короче, никто не выспался, организаторы никакие. Все там после тусовок, после баров, все фигни. Все реально в очень плохом состоянии. Поехали проводить. Я с организаторами в отеле, типа, сплю. Просто у них на полу на курках, потому что места много, я не знаю. Я потрясающе выспался, мне было удобно. До этого ночи я тоже не упомянул, но я тоже спал, типа, у кого-то просто остался. И все было окей. Никому вроде неудобствия не доставлял. Вместе поехали, я уже просто ем там в отеле с кем-то. Ну, потому что вход вроде я вошел уже, что бы не поесть. Ну, все, мы поехали, такси тоже там 50 рублей, 100 рублей. Фигня какая. Ну, что, реально, было уже холодно. Я еще не любитель брать с собой много одежды в поездке. Я одеваюсь не по погоде, часто. Вот. В Новый Рингу я вообще с собой вещей не взял. Ты ты с портфелью уже где ездил? Нет. Я только с чехлом. Я взял с собой одну кофту. Да, точно, да. Я взял кофту и актив джекет, все. Актив джекет, блин, смотри. Я не взял с собой не то, что сменную обувь. Я не взял с собой вообще обувь. Я поехал просто в кедах, в которых я приехал с катки. Я катался. Я работал утром, потом катался. И потом заехал в магаз. И думаю, блин, данки надеть, типа рваные, или рваные халфкабы? Думаю, ладно, сейчас надену данки. Забыл переодеться, вышел из магаза в рваных халфкабах и поехал в аэропорт. Чемпион. Я взял просто, это было очень искренне как будто. Короче, я все, даже забыл, типа, что-то здесь. Ну все, не стал возвращаться, поехал в аэропорт. Ну там было нормально. Я ездил в Новой Уренгое с Семой Кутузовым. Это, типа, такой OG скейтер из Сочей. Типа, и с Владом Мельником, его вы можете знать, наверное, если вы когда-нибудь тренировались или тренировали в рампстроенный, что энтузиаст. Типа, такой крутой байкер. Типа, больше по парковым движениям. В Нижнем потом был финал. Финал прошел на ура. Чуть подпортилось настроение, типа, у всех. Потому что Андрюха сильно разъебался. Вот. Ну вроде с ним все уже четко. Но это реально. Не, это было на быстрике уже, типа, все финалы. Ну это в конце данных финале, никто уже быстрик не хотел делать. А так финалы прошли клево. Типа, была очень зубастая заруба у Никиты с Леней. Они еще в паре катались. Я не представляю, что, типа, чуваки чувствуют, когда они не просто конкурируют, когда их еще вместе ставят. Ну, типа, там было все честно, типа, потому что Ленчик, типа, насажал вот этого, Никит насажал того, заслуженное первое-второе место. Третье место было... А, третье место было у Чики Бомбони. Во, четвертый у меня. Нормально. Я, в принципе, всем доволен. Короче, откатался, как откатался. Ребята были не какие-то, типа, судьи подуставшие были, но судейство было круто. Паша как-то выдавил из себя голос, пришел в себя и офигенно все отвел. Там Максим, Тимур, Ильяс, все здорово отвели. Судейство было на уровне. И скейтерам, типа, которые в это вложились, тоже все понравилось. То есть, вот оргам, типа, все понравилось. И вот в следующем году нас тоже пригласили. Ну, не нас, не лично меня, типа, а вот моих чуваков, там их тоже вписали в эту тему. Получился офигенный ивент. Ты тоже был, типа, в логике снимал, все такое помогал. Я просто с канцелярией там возился. То есть, там была куча операторов. Построили огромную вот эту арену на ЦСКА. Около самолетов на ЦСКА, я сказал. Да, на ВДНХ. Короче, все было на высшем уровне. Помимо того, что у Тимура украли джидибаг. Короче, мы приехали в первый день, типа, смотреть. Ну, там тоже было разделено на три дня на ВДНХ. Мы приехали в первый день смотреть, что вообще за арена, что вообще за парк. Там еще доделывали. Мы приехали, там что-то как-то у них по срокам, у них, там у них по срокам было немножко туго, но им дождь там сыграл на руку. Мы покататься не смогли, а доделать они все смогли. Вот. И Тимур привез кучу. А, не Тимур привез. Это я вез. В чемодане. Я вез из Питера. Я, короче, за неделю до этого я вернулся из Питера. Я уехал там отдыхать в депрессии в Питер в соло. Потом приехали ребята. И я когда увез оттуда, когда уезжал, увез оттуда кучу старого железа Тимура. Потому что там был первый в России музей трюковых самокатов, который организовал сам Тимур. Он там все это молчаливо долго раскладывал. Кстати, вот эти палатки очень прикольные были. Да, конечно, никто толком так не делал. Короче, там помимо самого мероприятия в плане трюковой составляющей, то есть соревнования, были крутые интерактивы в виде тренировок. То есть там были чуваки, которые давали мастер-классы. Не помню, кто это был. По-моему, это был Чики Бомбони как раз. Что-то такое, да. Чики Бомбони. Рома Карякин и какой-то еще парень. Что там было? Шкура прот? Рома Карякин и кореш его Леша. Я не знаю. Короче, Рома Карякин и кореш его Леша, который на блант катался всю жизнь еще. Мне кажется, я не думаю, что он имел отношение к кикмит, но, короче, старый кореш Рома. Вот, они проводили мастер-классы. Леха еще разбился нос почему-то там. Вот, показал как надо. Вот, потом были стойки типа Onyx, были сэмплы досок Onyx, рулей Onyx, каплитов Onyx. Уже тогда типа анонсили всю эту фигню. Вот, потом МПТ типа вписались. То есть Женек принес свои типа остатки со склада. Да распродавал свои джинсы крутые, свои там футболки, худаки. МСКБ типа Максим или там Пашок. Что они подсуетились. Нет, тоже было. Доделали, доделали футболки. Вот. Петя Бондарь. Путов, она продавали, пораздавали всякий наклей. Короче, было круто. Все все посмотрели, все познакомились. Типа всегда такие мероприятия всех объединяют. Много народа приехало опять за городов. Райт Дэкшн, там Петя Бондарь. Все подтянулись. Там Шкура Прот, Алена приехала. Алена тоже самокат сперли, насколько я знаю. Ты не знал, Алена сперли самокат на этом моменте? Нет, у Тимура это просто подрезали музейный экспонат. Я не знаю, как бы он пропал. Мы просто положили все свои вещи, когда был дождь, и мы пошли смотреть парк и что-то подписывать. Мы положили все вещи в будку какую-то, где работали какие-то чуваки, которые просто парк строили. Вот. И он уже просто пропал. Все. Ну и мы пошли, ничего не делали. Знаешь, что самое еще крутое, что типа какие-то а-ля спонсором был Святой Источник, и там типа всем воду давали, и типа ее было настолько много, что просто именно вот, я не знаю, тонну, наверное, типа. Ну да, конечно, типа такие мероприятия собирают кучу всяких, желающих поддержать. Это вообще круто, типа экстремальный спорт. Я бы хотел заводу кататься. Заводу кататься. Короче, опять было мероприятие, типа, мероприятие. Мероприятие было опять в три дня. Первый немного узанулся. Я еще, блин, с ребятами не потасовался. Меня что-то на работе не подменили. Я сидел просто здесь, когда ребята катались под мостом. Вот. На следующий день уже была нормальная погода. Там и организаторы, и я, и ты, по-моему. Короче, все уже там в 6-7 утра уже на ВДНХ. Не, я только... Ну, короче, я приезжал там что-то помогать, хотя я не особо был задействован, но я приезжал помогать тоже там к 6-7 утра. Мы что-то там мучили, раскладывали, разбирали, потому что это все надо было... Ну, то есть эти стойки, всю эту продукцию, всю эту... То, что на показ нужно было каждый день выставлять заново, все собирать. Там были фотографии, типа, вот Костины очень крутые. То есть им выделили огромные блоки, на которые Костя развесил в широком формате фотки. Это очень круто. Да, там были Костяные фотки, какие-то Сережные рисунки, Светина выставка была. А так, подожди, у Сережи же отдельно вообще, типа, было? Так, и у Светы был отдельный стенд. Короче, были стенды, типа, творческие, именно вот в поддержку, типа, Костяного творчества, Сережного, Светы Романовой. Типа были все крутые фотографии там самые. Все распечатали, все несли, все так трепетно. Мне так нравилось, как все так трепетно вот к этому относятся, рассказывают, все показывают. Когда к ним подходили, там все это рассказывали. Вот это вот, это вот, это вот, это. Ну и все вот эти стенды, где там Тимур рассказывал про то, что он продает. Серега кому-то что-то рисовал в своей будке. Выставлены были его картины, его работы. Петя Бондарь Максиму на деке рисовал. Да, Петя Бондарь Максиму на деке, там, шкурку рисовал. Что-то там Петя привез там свои детали, там, своего магаза тоже подраспродал там. Раздарил детали всей вот этой темы. Было, короче, очень здорово. Вот, и сам ивент. Если хотите прямо полностью управлять, погрузиться в это, именно увидеть. Вот видеоблоги все есть, кстати. Это есть видеоблоги типа Антона, видеоотчет, не помню, где он вышел. Ну, короче, его точно можно найти в группе Грандский Тур, уж точно. Там, типа, полный обзор всего мероприятия со всех сторон. Короче, был маркетплейс со всей вот этой фигней, всей этой темой. Там сидели все наши, типа, дежурили. Максим, бедолага, не покатался, нифига сидел, продавал футболки и шкурки. Короче, всем очень понравилось. Я не знаю, кому, типа, это не зашло, всем, по-моему, зашло. И плюс сама соревновательная часть, потому что судили опять там Пашок, Тимур, Костя Козлов. Костя Козлов, да. Круто, типа. Судейство, по-моему, было неплохое. Ну, бля, я расстроился, но я для себя сделал крутые трюки. Типа, у меня было не очень хорошее настроение, но там были ступени, не то, что прям большие, наверное, как будто бы... Ну, ступени 8. Как будто 8 ступеней. Я просто... Ну, они круто выглядели просто. Я сделал Vanity Full Whip, я сделал Vanity Toboggan. Я просто сделал трюки, которые, типа, никто особо там не пробовал. Типа, не то, что крутые, а просто для меня крутые и... Вот. А еще я сделал... Как это называется трюк мой? Ну, типа, джуда на трех у вската. Вот это, кстати, очень круто. Я только научился в маленьком квотре, вот, в раскаточный день, в полуфинал. Прошел финал. Попытку мне не очень понравилось катать. Я вообще не очень люблю попытки. Но, с другой стороны, я есть стрит-джемы, типа... Ну, я люблю стрит-джем как явление. Но выступать на стрит-джеме я не так люблю. Потому что, не знаю... Я на улице... Ну, короче, там споты так всегда подобраны. В последнее время они были отчасти мной подобраны. Но они были подобраны все-таки подо всех. Вот. И чтобы удовлетворить, как бы, желание всех, смотрящих и катающихся, и вообще, чтобы это было комфортно. Тем более, в условиях наших последних, вообще, всех ситуаций. Сейчас-то вообще, типа, нереально практически такое устроить. Но это всегда было туго. То есть споты, с которых выписывают быстро, споты, с которых... Скоты, блядь. Споты, с которых выписывают, не выписывают. Как мы на Монике приехали. Ну, московские ребята точно знают спот Моники? Для ребят из регионов, которые смотрят Моники, это такая больница... Я очень правильно говорю? Моники же? Я не знаю. Моники? Моники, это такая, типа... Это территория больницы. А, где пул этот? Ну, вот, да. А, я понял. Ну, вот, в самом привычном понимании слова пул. Похоже на пул на улице. Конечно, он не вот такой, но это вот такой, типа, пул. Где можно вылететь, где можно делать столы всякие. Короче, там реально прикольно. И еще он такой... Сделан из замшелого булыжника частями. И это реально, типа, сточная, как будто канава. То есть, там, одна часть в воде, другая не в воде. И собраться там в 150 человек, было хреново идея, как казалось. Потому что ребята поехали... Тогда, тогда Стриджем а-ля вел я. И я... Как же мыть далеко от тебя? Я опять переметнулся. И ребята, короче, уехали вперед, потому что... Ну, я вез чемодан, как будто бы без колес. Не знаю. Был очень херовый чемодан. Типа, Тимур был чем-то другим занят. Наверное, в тачке с ментами сидел. Вот, и... Все, мы уже очень далеко ушли, чувак. Куда? В какой-то Стриджем уже в другой... А почему я начал про это говорить? Я не знаю. А, ну... Ладно, короче, из... Грандских стуров... А, я говорил, я говорил про то, что я на Стриджемах не особо катаюсь. Давай это так и должно быть, типа, в видео, потому что люди хотели посмотреть и послушать, как мы разговариваем. Как вы понимаете, Артем может просто часами разговаривать на вот... Короче, я не успел доехать домой, до спота, как нас уже оттуда выписали, как нас уже вызвали полицию. Потому что ребята поехали вперед меня, так я был с чемоданом, с призами, вообще, типа, пытался как-то все контролировать, но в итоге контролировал все в хвосте состава. Вот, и ребята приехали, начали там гасить, и нас моментально выписали. А потом ребята очень некрасиво поступили с местным магазином Дикси. О, боже, чувак. Это был позор, конечно, ребят. Это вообще ужас. Максим уже про это что-то вещал, повторяться не буду. Короче, было гаденько. Это вообще ужасно. Вот, мы уже думали тогда заканчивать эту всю фигню, но как-то мы вырулили потом на Даганскую. Нас потом выписали из собственного магазина с территории, типа, с Красносельской, потому что все-таки это жилые пространства. Короче, Стриджемы тоже сложная фигня. А с Грандским туром вот в итоге в этом году вышло очень все круто. Ну, во-первых, ну это не Стриджем, это мероприятие, которое прямо под это заточено. То есть нас никто тут не выпишет, не выгонит, хоть это все на свежем воздухе. То есть мне, конечно, нравятся вот эти все мероприятия, которые там в закрытом парке, там, когда не влияют никакие условия там погодные. Когда не нужно рассчитывать и задумываться о том, что что-то может пойти не так в плане погоды, там, посторонних каких-то лиц и все такое. Это все здорово, но это, конечно, придает абсолютно другую атмосферу. То есть это как-то прямо по-спортивному. Не в смысле плохо, а в смысле не всем это близко. Вот. Все-таки там настроение было особенное. То есть хорошая погода была последние два дня, нам фортануло. Призы, я не помню, кто забрал, там, что, по-моему, Стас занял там второе место. Шиша, 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 шиша. Не, 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 Стас занял второе. А, да, Стас, 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 Стас откатался сумасшедшую пакутику. Очень круто, очень круто. Стас, чем интересно катание Стаса, Стасу не нужно делать каких-то больших трюков, чтобы удивить. Все стабильно именно его. То есть он делает стабильно все, что умеет, и это выглядит именно как будто ему вообще плевать, типа, на эти замуты. Он просто стабильно, чисто катается, типа, со своим стельком. Не знаю, как, типа, не люблю слово стиль, стилек. Ну, короче, у него есть своя фишка, и это не в чем-то там таком особенном прям, то, что бросается в глаза, это именно в постановке ног, в уверенном держании баранки, в его движениях. Это что-то реально особенное и интересно за этим смотреть. Больше всего запомнилось падение базилия, он делал уже бортслайд. Да, Вася пробовал бортслайд на фронтфлип, и, не знаю, человек сошел с ума просто. Ну, он же, кстати, надел панцирь, типа. Ну, он надел панцирь, но ему все равно досталось вроде. Но он в полном порядке потом сделал два флипа на пролон. Ну, не на пролон, типа, на резинку. То есть там была, опять же, зона для паркеров больше, которые там... Ну, да, тоже пошокот все озвучил, по-моему, с шурупом. Да, еще шуруп, да, шуруп, немаловажную часть, если бы не ключевую роль он там играл. Шурупу респект за все, вот это. Аленчик в бортфлип со ступеней сделал. Да, Леня сделал бортфлип со ступеней. Забрал первое место, и, по-моему, быстрик тоже, типа, был там, то ли его, то ли ему еще за это дали. Короче, все было очень круто, типа. Мероприятие без каких-либо, не знаю, никаких нареканий, типа. Организации, вот за последнее время, наверное, это самое крутое мероприятие, которое было. Мне кажется, в пульте джем крутить. Ну, да, но это просто немного другой формат. Более свободный, без какого-то регламента. Это именно может быть сумасшествием, и все равно все будет круто. Вот, так, если выделять. Ну, вот, типа, вот такие бывают мероприятия. Вот, опять же, ты вспомнил. Ты хотел про пульте джем поговорить. Ну, мне кажется, вот... Мне кажется, для чуваков, которые просто это смотрели со стороны, для них, как, в твоем видосе или в видеоотчете, который, там, выходил на МСКБ или где-то, по-моему, не вышел. Он, по-моему, не вышел даже. Был отчет с первого пульте джема, то есть, который был на позитиве к пульте. У меня просто на первом не было, вот, лета. Да, у тебя на первом еще не было. Короче, это был очень-очень жаркий день. Плаза, где нет ни единого дерева, ни единого навеса. Это просто пул, который, как, типа, раскаленная сковорода. Да? Огромный крутой пул. Ну, ладно, тогда был не такой большой пул. Это сумасшедший контест с трюками в паре, с трюками не в паре, с кучей народу, типа, говоря. Все одновременно делают трюки, делают их вместе, типа. Ну, когда, там, чувак делает эйр, там, другой делает под ним лип. Или, когда люди вчетвером становятся на самокат и вкатывают там куда-то. Короче, люди взаимодействуют друг с другом. И, мне кажется, такие номинации можно продолжать до бесконечности, потому что это крэкхеды, типа, сумасшедшие. Нету предела. Второй пултинг-жем был вообще наоборот. Да, и второй пултинг-жем был вообще другой. Типа, было нормально и был дождь. Ебанутый причем дождь. Очень сильный. Тот день мы собрались вообще в другом, типа, месте. Это был Зеленоград. Люди как-то добрались, но, я думаю, для московских ребят поехать в Зеленоград – это норм. То есть, это как будто далеко, но это уже такая область, то есть, изведанная. То есть, все, наверное, гоняли в Зеленоград кататься там. Потому что там есть плаза, там есть какой-то стрит. То есть, чуваки из Москвы гоняют в Зеленоград, как вы, там, в своих регионах гоняете в областные какие-то парки. Я не знаю, где у вас там чаще строят. Ну, короче, до Зеленограда ехать меньше часа, правильно? То есть, просто садишься в электричку, гонишь, типа, полчаса, и ты в другой абсолютно местности. Там просто пул, который нам больше всего подходил для этого ивента. Но, к сожалению, погода не подходила в тот день. Но это не помешало, типа, пацанам круто провести время. И моим ребятам не помешало это все здорово провести. Нет, чувак, это, ну, я считаю, что это мое лучшее видео вообще на канале, типа, моем. Нет, это очень круто. Вот это, я не люблю атмосфера. Короче, там действительно все было очень неординарное вышло. Ладно, самое запоминающееся, вот, не знаю, три штуки спутинджеба. Мне очень понравился маскарад, который не был запланирован. То есть, никто никому не сказал, что там должен быть маскарад, что там должны быть разрисованные морды, что там должно быть. А все вроде с тебя началось, типа, ты первый разрисовался в джокере. Я предложил Сереге пойти как-то вот по-сумасшедшему. А, точно. Изначально по регламенту вообще был конкурс костюмов, но это было для битвы. То есть, была битва. Та надо было прийти в рыцарских штуках. Вот. Никакого такого маскарада, по идее, не задумывалось. Я решил, что я переоденусь тоже с Сережей. Почему нет? Сережа, у Сережи был костюм, как чувака зовут из фильма «Оно»? Я не скажу. А, «Оно» так и есть. Ну, не, у него есть имя у клоуна, по-моему. Я не знаю. А, Пеннивайс, я переоделся в Пеннивайса, раскрасил себе морду. У него были красные волосы. У него очень красиво было. У него был очень красивый рим. И помимо этого, типа, если я был просто в своей обычной одежде, то он был в каком-то костюме, типа, стрёмном, как-то, не знаю, что-то, типа, такое, вампирское. Вот. А я просто раскрасился, мы ехали в поезде, я пошел в туалет, раскрасился акриловыми красками, просто морду себе намалевал белым, мне некий-то нарисовало глаза, у меня были рыжие волосы, я тоже выглядел по-сумасшедшему, плюс моя... Джокер просто. Моя улыбка... Так а потом все потом начали срисовывать, когда ты приехал. А потом я принес акварель, у меня осталось много, и чуваки начали делать себе блэкфейсы. А Миша Рафиев просто в черный, чувак, это вообще... Антон Дружинин, Антон Дружинин, я написал на грудь трасс, там, короче, было очень весело. Мы немного покатались в пульте, то есть все успели размяться, но откататься успели нормально не все, потому что пошел дождь. То есть все повеселились как-то, но до апогея это как-то не дошло. Но в программе было предусмотрено еще много всего интересного, и... А как будто бы даже что-то пошел дождь, это как-то на пользу, потому что мы покатались круто под мостом. Вполне. Их, ну, уже хватает этих человек. Там мы пошли под мост, это было рядом с парком. Кто-то нашел телек на помойке. Нашли телек на помойке. Начали контест крутых хилов через телек. Кто-то там, короче, все развлекались как могли. То есть много, большая толпа под мостом, это типа эстакада. Ну, то есть свободное пространство. Там какая-то небольшая речка, куча камней, куча пространства, где можно покататься. Большой скат, мокрый пиздец, на который человек в здравом уме не полезет, но там таких не было. Там не было таких ребят. Я не знаю, мне кажется, вы уже видели это видео, типа Антон фортил, это где-то в каком-то рассказе было. А, ну вот у Сереги в интервью было, он рассказывал про этот видос. Про этот момент. Нет, короче, Серега, типа, очень серьезно упал. Но ничего не произошло, типа. Серега остался цел и невредим, но выглядело это очень впечатляюще, если можно так сказать. Пропадение и удары головой о стену. Я упал тоже. Ты упал? Да почему я-то, Сережа, чувак. Серега упал. Он поехал, ударился типа что-то рулем и типа вообще там об стену. Короче, выглядит жутко, но с ним все в порядке. Короче, все, мой грим потек, у всех все потекло, мы уже просто плещемся в лужи, бегает Костя, это все снимает. Полное сумасшествие. Приходит Женя Лучинов в костюме, не знаю, как описать. Начинается рыцарский турнир с швабрами и перчатками. Короче, полная вакханалия и все-все очень, типа, довольны. Самое интересное, что людям, типа, надо было вот выплеснуть, как будто все вот это дерьмо, все свое сумасшествие. И у них появилась такая возможность. Все, все просто бесились, было круто. То есть, ну все, потом погода наладилась более-менее. Мы пошли снова в пул. Там уже не так весело было. Было не так весело, но все равно мы как бы... Ребята довели контест, Пашок да, озвучивал там. Все поучаствовали, все было здорово. Раздали призы, там стволы какие-то раздали. Некто пистолет, ящик пива, Гуччи Мэйну вот это. Ящик пива дали. Короче, все здорово провели время все равно. Все, и потом все собрались на 95-го и... Ну, то есть, мы ехали от Зеленограда до 905-го. Все разными путями. По полтора часа там все разные путями. Кто-то на такси, кто-то там на поездах. Приехали там, дождь с раз пошел просто и все. Вот такая. Но сам контест, не знаю, уникальная, типа, фигня. Очень круто было. Я бы хотел, чтобы таких вещей было больше. Я бы хотел, чтобы было больше, но как будто бы без Пашка уже... Я думаю, да, обидно, что такие ребята покинули нас. Был бы Джокер Джем, очень здорово. Ну, не знаю, возможно, может быть, Максиму удастся провести это как-то подобным образом. Но Пашка, вот, как будто Пашок именно заряжал. Не, ну, конечно, типа, такую подачу никто не заместит, наверное. Я, кстати, видел в историях, короче, что Пашок ввел, типа, в казахи, это тоже Джем. И он в этом же парике и с такой же, типа, с матами, с такой же интонацией, типа, да, вот, да, йоу, чуваки, типа, больше ходов там, разъявитесь, что-то такое. Типа, он именно в своем стиле, типа, и там, блин, я именно скучал, как будто бы. Типа, очень круто. Не знаю, как говорит Пашок, он вряд ли уже вернется в Россию, типа. И не знаю, что. Ну, они там подосели, у них вроде все получается. У них все хорошо, да. Я очень рад за ребят, что у них там, помимо парка, помимо того, что парк это сложно, типа, я даже не знаю, как описать, типа, все это дело. Ладно, у них там есть профаки, типа, которые этим занимаются. Это, наверное, в плане вот этой недвижимости, типа, проблематично в другой стране, когда ты как-то туда попал, а ребята там в основном все как-то туда попали. То есть, в сложных ситуациях, то есть, люди там друг на друге жили какое-то время, не знаю, в такой ситуации, в таком положении, типа, что-то замутить, еще успешное, еще с нужными людьми, как бы деньги, не деньги, это уже не наше дело, не знаю, как там все вышло. Короче, у ребят получился, типа, реально успех какой-то. Плюс у них сейчас открылся магазин, какие-то детали. Для меня, я не знаю, как это все прокатило, то есть, у них крутые детали там. Они снимают обзоры. Только крутые детали. У них там реально только крутые детали. Какой-то норд, типа, ривера, колеса, нормальные доски. Чувак, у них там вообще, типа, детали, которых в рашке, типа, нету. Я не знаю, как получилось. Тилтарк, чувак, завезли каким-то образом вообще. Короче, кто-то, кто-то, видимо, поднял свои связи, и все здорово. Короче, это, видимо, те самые люди, которым нужно было только вместе собраться, чтобы все получилось. Крюч, надеюсь, у них там все здорово будет. И у нас тоже, надеюсь, здорово будет, потому что не каждый сможет так, не просто так поменять род действий. деятельности от там проведения контестов катания и пивок прям серьезная деятельность я не говорю что ребята ничем серьезно не занимались но типа одно дело когда ты в москве катаешься и работаешь а другое дело когда ты уезжаешь в другую страну и тебе там надо выживать и связать это со своим делом жизни наверное дико сложно не вроде не все четко типа меня и шуруп зовет типа к ним и жаль да они все приглашают они супер жизнерадостные они же не хотят что мы их забрали оттуда не им там все они вообще по кайфу никто не говорит что это было легко это было вообще нелегко я не сомневаюсь такому все тоже же в казахи хотели ехать мы все собираются я думаю я думаю сейчас это будет популярный для нас resort я думаю мы все сгонялись летом изгоняем туда да конечно ну я не знаю может уже стоит и закончить наш я не знаю чем еще сказать на тему я думаю что типа там оператор уже валяется я думаю что на этом пока можно остановиться хотя мне кажется что мы много тем не закрыли во первых упустили много любую силе много чего не закрыли но вот вы просили типа разговорные видео это такая попытка так что вы можете в комментах написать этого ли вы хотели что стоит добавить задать вопросы хоть тут мне и антон и я ему задавали вопросы то есть все пытались дать вопросы но это норме есть что-то осталось но он сам спрашиваете и в следующем видео мы на них ответим то есть вы можете подсказать нам делали за суждение чтобы они написали возможно какую-то обширную тему на когда то есть вы говорите мы хотим послушать про вот это и мы в следующем типа таком разговорном видео обсудим вот это или затронем вот такие-то темы или просто ответим на вопросы типа я или антон или если вы очень сильно хотите кого-то здесь видеть еще или вместо то человек наверняка тут будет ну в пределах разумного то есть карлить йоханс нарисуется ну короче вы поняли типа про и проявите вы активность проем активность мы потому что снимать кости умеет разговаривать ребята умеют вопрос только в том что вам интересно поэтому вот мы готовы время поделиться 5 утра 20 минут полтора часа снимали с тобой не делали меня как будто еще есть что сказать но я уже куда как будто бы есть реально что сказать но на охота типа чтобы задали какую-то колью да и вот по ней будет намного легче и удобнее вот поэтому ребят мы ждем от вас какого-то отзыва да и будут видосы будем разговаривать ну спасибо большое за просмотр с вами был антон языков и вот кости кип-тик спал все это время почти за камерой и данкинг тоже он лежит в самокатах просто в рекоменциях своих до подписывайтесь на наши соцсети наши инстаграммы кикмит если интересно можете на ю тубе посмотреть на моем канале мероприятие да посмотрите обязательно все возможные обзоры там как у антона так и видеоотчет из грандскей туров со всех мероприятий следите за обновлениями ждите видосов отпишите комментарии это очень важно мы все читаем все примем к сведению и будущее видео они как бы будут по событиям таких камень комментатор комментаторных войн так что вот все от вас зависит всем удачи всем пока пока пока